Забег группы 2 Высокое число соискателей главного приза обязывало к активности на старте, ведь, в противном случае, рассчитывать на удобные места для последующей борьбы не приходилось. Лучше остальных данную простую истину усвоил Флейм Ли, ведомый по дистанции Жакеем Хасей Лискана. Впрочем, уже на самом входе в поворот его обогнал Аравак, на спине которого расположился Фернандо де Ла Круз. Третьим по состоянию на середину первого поворота был спортинг Ченес Луиса Саеза, а почти наравне с ним скатал Контака Жульена Лепара. Ксочайшие скорости не оставляли ни малейших сомнений относительно искренности желания победить, а борьба за каждый сантиметр преимущества были тому лишь дополнением. Очередной иллюстрацией данным словам стало противостояние Флейм Ли с Араваком на острие забега, где каждый из них поочередно выдвигался вперед, а после наблюдал за выдвижением конкурента. К моменту захода на второй поворот именно Флейм Ли, находившийся прямиком Аперил, оказался в более выигрышном положении и получил статус единоличного лидера. Примерно в то же время Гуд Мэджик, находившийся до того в районе пятого-шестого места, понемногу обходил соревнующихся по внешнему радиусу, максимально приближаясь к первому скакну. Сохранив больше сил, Гуд Мэджик, руководство которым доверили Хас и Артису, продавил Флейм Эйвей и вышел в лидер уже при выходе на финишную прямую, когда до цели оставалось не более фурлонга. Флейм Эйвей еще некоторое время цеплялся за надежду победить, но вскоре стал больше действовать на удержание второй позиции. Поспособствовал этому фридроп Билли, ускорившийся в какой-то миг, но также не дотянувшийся до лидера. Итоговое время Гуд Мэджика равнялось минуты при отрыве от ближайшего преследователя в полтора корпуса. Расстояние между вторым Флейм Эйвейм и фридропом Билли составило корпусы три четверти. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова